Доброго времени суток, меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом Zendesk в компании CloudFresh и сегодня мы поговорим о ролях и их ограничениях. Для того, чтобы начать изменять роли или добавлять, вам нужно перейти в центр администрирования. Для этого вы можете воспользоваться кнопкой из четырех кубиков, центр администрирования и при помощи поиска найти роли. Вот здесь в этом списке будут отображаться все роли. Как видите, вы можете просмотреть некоторую статистику, количество ролей, имя роли, сколько членов команды используют ту или иную роль и небольшое описание. Опять же, роли можно кастомизировать только в тарифном пакете Enterprise. Для того, чтобы создать, нажимаем на кнопку создать, вводим имя, описание. Описание не обязательно, но рекомендуем вам всегда вводить. И первое, что у нас идет, это разрешение по тикетам. То есть, кто что может. Тикеты, которым у групп есть доступ. Это говорится о том, что какие тикеты будут доступны. Условно говоря, назначены им. Это будет говориться о том, что несмотря на тот или иной вид, который у нас доступен в нашем списке вот здесь, неважно, какие здесь заданы правила, в любом случае, в них будут отображаться только те тикеты, которые соответствуют условиям по виду и соответствуют по условиям роли. То есть, если есть вид, назначено мне, и задана роль, что им назначено соответственно, тикет будет отображаться. Во всех остальных видах тикета не будет доступна. Запрошены конечные пользователи в их организациях. У Zendesk есть своего рода организации, к которым пользователь может относиться. И все зависит от доступа. То есть, если вы хотите создать кастомную роль для вашего клиента, к примеру, внутри Zendesk, то вы можете создать организацию, добавить всех пользователей, добавить домен организации или несколько доменов организации и выдать доступ к клиенту, что он может видеть только те тикеты, которые соответствуют правилам этой роли и правилам видов. Все в своих группах. То есть, все тикеты могут отображаться, которые состоят в определенных группах. Условно говоря, если же тикет назначен на группу в BILM, вы состоите в этой группе, то вам будет доступен этот тикет. Если же тикет назначен на другую группу, и вы в ней не состоите, то вы его не увидите. Назначать тикет любой группы. То есть, включить эту опцию или нет, может ли агент переназначать тикет. Изменение свойств тикета. То есть, мы можем отключить полностью эту настройку. Здесь говорится о том, что пользователь может сделать тикеты. Удалять тикеты, объединять тикеты или изменять теги тикетов. Тип комментирования, личные комментарии или открытые личные. По умолчанию у агентской роли стоит открытые личные комментарии. Если же вы хотите, чтобы этот пользователь мог оставлять только комментарии, которые видны внутри Zendesk системы, вы можете выбрать первый вариант. Таким образом, он будет оставлять лишь внутреннее примечание. Управление полями тикетов и управление формами тикетов. Это более административные вещи. То есть, может ли пользователь, не администратор, к примеру, в центре администрирования управлять нашими полями тикета. Ну, к примеру, добавлять, изменять или делать те или иные манипуляции с ними. Вы также можете убрать эту функцию. Доступ к людям. Как видите, есть чтение, добавление изменений в своей организации и редактирование абсолютно всех пользователей. По умолчанию рекомендуется выставлять третий вариант, чтобы у агента была возможность добавлять любую информацию в карточку клиента. Это говорится о том, что если эта настройка выключена, соответственно, агент не сможет добавить какую-то информацию, даже контактную информацию о клиенте. И это не всегда полезно. Опять же, все зависит от ситуации, но рекомендуем включать эту настройку. Добавление и изменение своей организации. Опять же, если же вы для клиента делаете спецроль, вы хотите, чтобы он управлял атрибутами пользователя и в целом пользователями в своей организации, вы можете задать эту настройку. Управление полями пользователей организации и списки профилей пользователей. Это также административная часть. То есть, может ли вот здесь списка этого редактировать, изменять те или иные поля. Вкладка «Каналы» позволяет управлять пользователю каналами. То есть, может ли он добавлять такие стандартные каналы, к примеру, как Instagram Direct, Facebook Direct и так далее. Или может ли он управлять страницами Facebook. То есть, отключать и изменять правила создания тикета. Рабочее пространство агентов. То есть, здесь мы даем разрешение на условия собрания тикета. То есть, может ли агент создавать эти рабочие пространства, может ли он их редактировать. Разрешение на макросы. То есть, здесь мы можем по умолчанию задать только применение. Если у вас есть строгий классификатор, которого нужно придерживаться, то рекомендуем использовать вот эту настройку. Далее все настройки идут более административного характера. То есть, может ли пользователь менеджить управлять абсолютно всеми макросами в организации. Доступ к динамическому контенту. Опять же, может ли пользователь менять динамический контент. Добавлять разные варианты использования. Управлять организованным рабочим пространством. Также админская фича, которая позволяет просматривать, добавлять и редактировать рабочие пространства. Участвую в дополнительных переписках. Если же вы хотите, чтобы пользователь в самом тикете мог добавлять в доп.переписки. То есть, условно говоря, из тикета создать еще дочерний тикет или же внутри тикета прямо написать слэк через тикет. Управление бизнес-правилами. То есть, может ли пользователь создавать триггеры правила автоматизации пользовательских соглашений. Справочный центр. Есть ли у этого пользователя возможность редактировать наши статьи, разделы категорий в справочном центре. И аналитика, естественно, определяет разрешение в самом экспорте. То есть, что пользователь может делать? Просматривать отчет, создавать, к примеру, создавать отчеты и управлять разрешениями. То есть, всеми permission-ами, то есть, доступами к тем или иным отчетам. И просматривать информационную панель толк. То есть, видеть, сколько денег спанится на использование такого продукта, как толк. В целом, это все параллельно. Всем спасибо и всего доброго. Стали.